Баскетбольная Самара готовится к новому сезону. В Самаре стало больше тренеров, общественников, кандидатов и мастеров спорта. Летний палеотлон определил нового чемпиона Самарской области. В Самаре прошли соревнования по летнему палеотлону. 120 человек из 13 районов губернии определяли лучшего в беге на короткие и длинные дистанции, в плавании, метании мяча и гранаты, стрельбе из пневматического и малокалиберного оружия, подтягиваний и отжиманиях. В результате чемпионом Самарской области стала сборная команда Безинчукского района. Серебро у Хворостянки, бронза у Кенеля. Дворовых тренеров в Самаре за три года стало больше на 15 человек, теперь их 115. Они учат горожан разного возраста и уровня физподготовки три раза в неделю быть здоровыми, приобщают к футболу, хоккею, лыжам, баскетболу, волейболу, настольному теннису, легкой и тяжелой атлетике, шахматом и шашком. А кому из самарцев в дворовой команде стало тесно, переходит на профессиональный уровень в спортшколу Олимпийского резерва. А там на выбор 21 вид спорта на будущих. Олимпиоников в этом году из бюджета было выделено почти 30 миллионов рублей, спортсмены не подкачали. Если в 2014 году кандидатов мастеров спорта выполнили 29 человек, то в 2015 году уже 74 мастеров спорта было 2, а сейчас 21 спортсмен. Сборная Самарской области по итогам летней спартакиады заняла седьмое место в России и стала лучшей в Поволжье. Самара продолжает накачивать баскетбольные мускулы. Клуб с одноименным названием до начала чемпионата страны в Суперлиге за один месяц готов попробовать свои силы в нескольких предсезонных турнирах. А начнется все в столице 63 региона с контрольных матчей. Соперники Рускон Мордовия сыграет в предстоящие выходные. На следующей неделе приедет иркутская команда. Потом Самар отправится на международный турнир в Ижевск, оттуда в Москву. И в конце сентября вернется в Самару на розыгрыш традиционного мемориала Приматова. Гости соревнований – Ижевский купол родники, Рязань и Волгоградский Красный Октябрь.